Доброе утро, дорогие мои друзья. Мы вчера пришли, а я легла, думаю, сейчас полежу чуть-чуть. Еще десяти ночи не было. И я как вырубилась вообще. Я прямо заснула, и только сегодня утром проснулась. Кофеек. Сейчас собираюсь. Сын еще спит. Но он просыпался утром, я помню, когда в 6 утра просыпалась, он уже не спал. Заснул по второму кругу. Сейчас собираемся. И сегодня мы хотим съездить Петергов. Выходили на улицу, сейчас смотрели, какая погодка сверху. Ну, что-то накидывать на плечи обязательно надо. Я, наверное, все-таки не в платье поеду. Думала, в платье надела. Но нет. Прохладновато ветерок. Так что, наверное, что-то посерьезнее. Из-за того, что мы сначала вот ехали, получается, на вчерашний день, я в машине не спала, а так дремало где-то часа два, пока ехали. Потом приехали же в первую гостиницу. Сейчас вам как раз давайте подробности расскажу. Приехали в первую... Это не гостиница была, это были апартаменты. Не у большой компании, да, у одного человека. У меня муж сказал, теперь больше снимать так не будем. Будем только гостиничные номера, потому что вот эти апартаменты, это лажа полная. Так вот, мы в пять утра заезжаем туда. Хозяина уже не было, я рассказывала вам. Он передал ключи соседу, который должен был нас встретить и нас заселить. В общем, сосед нас встречает, говорит, вот ваш номер, дает ключи и говорит, я пошел, короче, спать, потому что я всю ночь гулял и пошел спать. Ну, хорошо, идите. Мы со спокойной душой берем ключи, даже не смотрим. Идем в машину за вещами, берем вещи, заходим в номер в этот, ну, или как это называть, апартаменты, а там идут строительные работы, леса, вот это вот все вокруг, фасад здания ремонтируют. А это пять утра. Естественно, никого нет. А еще его было, я говорю, а что здесь ремонт делают? А он говорит, да нет, уже заканчивают, леса разбирают, уже все, уже сделали этот, короче, почти доделали этот фасад, в общем, никаких тут, особо, не особо шумно бывает. Ну, думаю, ну, ладно, не особо, шумно хорошо пойдет. А вот, мы заходим в номер и тут я просто туалет, ванна, вот это вот все, что, да, ну, там не ванна, такой под дамп, туалет, это просто как будто бы, я не знаю, что там было. Ну, не мыли месяц, наверное, точно, представьте. Я человек, который у себя дома по два раза на день моет унитаз. Извините за такие подробности. У меня всегда вокруг унитаза моющие средства. если не дай бог что-то грязинка на унитазе, это моется прямо вот тут же. Не бывает унитаз у меня дома грязный. Ванна и подавно у меня всегда раковина вылизанная, ванна вылизанная, потому что человек туда без одежды, гляком, то есть, ну, вот все, да, это не там, что ты где-то в коридоре одетый можешь ходить, и тебя там пыль на полу, понимаете, а это уже, человек голый там, извините за выражение, это должно быть все вылизанное. Вот. Я зашла в эту ванну, а я даже снимать этот обувь не хочу, кроссовки, понимаете, я говорю, это что такое вообще, такая грязь невыносимая. Мы заходим в эту комнату, грязище, а там была мини-кухня, это не мини-кухня, это мини-панка, помойка, я вам даже передать не могу, я, конечно, все понимаю, да, например, когда вот говорят, а как ты живешь на природе, типа там нет такой чистоты, природа, это природа, но не когда ты снимаешь номер, а там пусть оно будет с дешевой мебелью, пусть будет там все что угодно, но чисто должно быть все-таки, за сколько бы ты не снимал, вот за три с чем-то у нас получался за сутки, да, это копейки, за три тысячи, но чистоту навести можно, чистота-то это самое главное, для меня не имеет значения, какая там стоимость посуды, или стоимость дивана, или стоимость кровати, или еще, да, стоимость люстр, мне на это наплевать, главное, чтобы было чисто, а помыть полы, помыть ванну, это, наверное, можно сделать, окна помыть, там просто, ну ужас, бомбоубежище, ну и в общем-то, мы сидим на диване, перекантуемся, до семи часов, я всю дорогу пишу, этому, как его зовут-то, хозяину, говорю, мы заехали, а его нет, с пяти до семи, представляете, я ему пишу, вы понимаете, что здесь, ну невозможно находиться, мы не можем здесь, давайте делать отмены на три дня, потому что эти десять тысяч нам нужно вернуть, вернуть, а в букинге, получается, когда мы забронировали этот номер, возврат отмены, и возврат покупки и отмена номера, это только со штрафными санкциями в полном объеме, в полном, штраф за эти три дня, типа деньги вернуть, не вернут, короче, он мне не отвечает, я уже на нервах пишу в букинг, говорю это, мы въехали в номер, я делаю фотографии, отправляю администрации букинга, показываю, что там, ну просто ад, просто ад, вот, они мне пишут, восемь что ли утра, восемь, говорят, мы типа свяжемся с объектом, и будем просить, чтобы хозяин отменил, но имейте ввиду, что во власти хозяина, то, чтобы он отменил со штрафными санкциями, возможно, он вам не вернет деньги в полном объеме, знаете, я просто уже сижу, думаю, похеру как, надо отсюда уматывать, где-то ближе к 9 утра, мы уже все, это, измотанные, всю ночь ехали, представляете, мы сидим там, не интернет, и начинается долбежка, вот прямо друг друга не слышно, херачит долбежка, я записываю аудио сообщение в ватсап хозяину и отправляю еще эту долбежку, помимо всего того, что фотографии я отправила, говорю, может быть, вы не были в номере, вы не видели, как он выглядел, так вот я вам показываю, и эту долбежку, говорю, отменяем нахрен бронирование, потому что это невозможно, даже вот, например, мы хотим погулять, суночек, к примеру, пойти на развод мостов и все прочее, мы придем под утро, ляжем спать, захотим выспаться с утра, а это будет долбительная вот эта вот история с утра, я говорю, нет, это невозможно, он снова, посмотрите, он читает мои сообщения и молчит, сука, я ему беру и звоню, говорю, короче, Дмитрий, я все понимаю, что вам не хочется вот это вот отвечать и прочее, вам это невыгодно, но я уже написала в букинг, я уже, короче, мы даже мои вещи не разбирали, мы сидим одеты, обутые, потому что мы даже не боимся туда, понимаете, голой ногой стать, я говорю, мы отменяем бронирование и деньги подтвердите отмену без штрафов, потому что ни хрена себе, он говорит, ему, естественно, это не понравилось, он говорит, я говорю, отлично, и тут же, типа, у нас нет даже мысли, да, что мы там будем ждать, пока он отменит, или еще что-то, мы поговорим, мы оставляем ключи прямо в двери, потому что сосед, его уже спит, естественно, он саморегулял, я говорю, мы в двери оставляем ключи и с вещами выходим, ну, там сумка была, только, знаете, типа зубные щетки, но даже мы умыться, побрезговали в этой ванной, это было ужасно, вот, он мне, типа, хорошо, и мы выехали, и сняли гостиницу, которая вот, в которой мы сейчас, у меня есть фото той гостиницы, и есть одно видео, но оно настолько стрёмно, что даже выкладывать не хочу, понимаете, здесь вот в YouTube есть действие, типа, если видео могут заблокировать, если на видео показаны отвратительные вещи, в общем, поняли, да, я боюсь, что мне просто заблокируют видео, после того, я его опубликую, потому что там омерзительные вещи, которые могут вызвать отвращение у любого человека, вот, и мы снимаем гостиницу, вот за это мы заплатили за три дня 11700, разница всего лишь в 1700, но вот эта гостиница, гостиница, и номер, небо и земля по сравнению с тем, просто, в общем, вот так, мы переехали, цена примерно такая же, но здесь совсем по-другому, я вам показывала во вчерашнем видео, как выглядит гостиница, вот так, потому мы вымотанные, не спавшие, ничего, даже, даже в туалет там не могли сходить, потому что это ужас, вчера нагулялись, и я вырубилась, сегодня уже, вот сейчас проснулась, будем собираться в Петергоф, сейчас я себе сделаю две гульки, и поедем, вам доброе утро, дорогие мои друзья, доброе утро.